В Петропавловске-Камчатском впервые прошли соревнования по рукопашному бою в рамках спартакиады МЧС России. Участие в состязаниях приняли 38 пожарных из шести главных управлений Дальневосточного федерального округа. Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Амурская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная область. Спасибо организаторам за эти соревнования. Мы рады присутствовать на них. В следующий год обязательно приедем и рады показывать такие хорошие результаты. Все были подготовлены, не как в том году. В этом году они были уже опытные. Все были в каком-то виде свои мастера. Впечатления вообще, эмоций много осталось, конечно. Соревнования прошли в целом на хорошем уровне. У нас команда заняла третье место. И я доволен результатом в целом из шести команд. Молодцы. Данный вид спорта развивает ловкость, силу, физические и моральные качества. Ты развиваешься не только как спортсмен, но и вообще как человек. И для работы это полезно тем, что ты спокойно можешь подняться на пятый этаж без какой-либо отдышки. Захватывающие соревнования, в которых спортсмены не щадили ни себя, ни соперников, длились около пяти часов. Пожарные продемонстрировали свои навыки, чтобы не только привести команды на призовые места, но и самим занять пьедесталы в восьми весовых категориях. Помимо трех кубков для команд, в состязаниях были разыграны 24 комплекта наград в личных зачетах. Радует, что рукопашный бой поддерживает такое управление МЧС Дальнего Востока. Ребята приехали с региона в Дальневосточную. Впечатления нормальные. Самое главное, что в этих соревнованиях не получили никто травм. Прошло без травм. Это всегда радует. Подготовка была. Некоторые видны, что бойцы готовы даже на профессиональном таком уровне. Но есть над чем работать. Думаю, что в сегодняшнем соревновании команды, представители команд сделают выводы и будут заниматься в дальнейшем более глубже и лучшим рукопашным боем. Вообще, команда на зачете Дальневосточного кубка первое место заняла команда из Приморского края. Серебро взяли спортсмены из Республики Бурятия, а бронза досталась камчатским спортсменам. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на восьмом.